Милан, ты не видела Спанчбоба? Нет, вот с бутином коробки. О, смотрите, чей-то нос торчит. Ай, ай, не трогайте мой нос. Ага, Спанчбоб, мы нашли тебя. Вот ты где спрятался. Наш Спанчбоб спрятался в целой коробке круассанов Чипикау. Здесь 22 штуки. Смотрите, смотрите, что я нашёл. Здесь круассан с буквой Б. Значит, у нас сегодня будут металлические фишки. Ура! Всем привет, друзья, с вами Закупач. И да, мы наконец-таки нашли круассаны с буквой Б. А как вы мне писали в прошлом обзоре. Прошлый обзор, может, посмотрите в правом верхнем углу. И думаю, сегодня нам выпадут железные фишки. Но это железные фишки не отсюда. Это, как вы помните, я на Зоне купил целый коробок. Здесь 20 круассанов. Да, целый ящик. И вот эти круассаны с буквой Б я нашёл в пятёрочке. Я пришёл закупаться в пятёрочку. И увидел, что там кто-то рылся. И, походу, люди искали с Б. И, ну, купили несколько себе. Они же не как я. Это я, сумасшедший блогер, покупаю всё, что вижу. А они купили себе несколько. Остальные, которые нашли, оставили в магазине. Вот я нашёл раз. И вот эти мини-круассаны тоже. Здесь тоже Б, по-моему. Только здесь непонятно написано. Здесь, видите, как написано? О, вот так. ЕБ. Это Б? Я надеюсь, это Б. Давайте мы их отложим, потому что это не из коробки. Это круассаны не из коробки. А вот это в коробке. И подписчики мне писали проверить. Говорят, что на одну коробку есть один круассан с Б. То есть здесь все должны быть с А. Да, Спанчбоб? Давайте, Спанчбоб ещё чуть-чуть покричит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И тогда будет с круассанами видео как можно больше. Так что, друзья, надеюсь, вы нажали колокольчик. Подписались. И давайте мы их сейчас будем открывать. Спанчбоб, успокойся. И давайте мы их сейчас будем открывать и смотреть. Так, здесь у нас А. Здесь А. Здесь А. Так, тут тоже А. Так, это А. Ещё А. А. Чё-то мне кажется, это неправильная теория, что... Опять А. Неужели на складе Озон опять А? Они все Б вынули. Опять А. Снова А. Опять А. Да шо ж такое? Так. А. А. Так. Опять А. Да шо ж такое? Опять А. И здесь А. Во, Б. Есть Б. Слушайте, теория верна, друзья. Вот он, Б. Так, я его отложу. И здесь А. Да, получается, на коробку... Получается, каждый двадцатый круассан это с буквой Б. Потому что в коробке их двадцать. У меня все были А, только один Б. Получается, подписчик, кто это написал, ты молодец. Ты прав. И давайте начнём. Давайте я Б отложу. Мы их откроем в самом конце. Смотрите видео без перемотки, чтобы не пропускать. Давайте начинаем распаковку нашей горы круассанчиков. Ох, как их много. Ну, полетели. У нас есть кастрюля для круассанов. Да. Из магнита. Давайте открывать. Полетели. Я знаю, вы любите такие видео. Чик. О, вот это новенькое. У нас такого не было. Это номер двадцать шесть. Смотрите, Патрик пускает фонтанчик из-за рта. И Спанчбоб подпрыгивает у него. О, будто бы Патрик фонтан. А Спанчбоб у него вылетел. Прикольно. Давайте следующий. Самая большая распаковка круассанов на канале Закупочек. Это у нас... Оу. Это Мистер Крабс. Посмотрите, номер пятьдесят пять. По-моему, тоже у нас такого не было. И здесь их номера написаны. Так. Ну, там эти сила, выносливость и все такое. Упаковки надуты воздухом, если кто не знает. И прощупать там ничего невозможно. О, это Сквидворд злой. Наверное, он идет Спанчбобу дать под затыльник за то, что он шумел всю ночь. У нас сегодня Милана всю ночь шумела. Представляете, Милана сегодня до трех часов ночи не спала. Бегала по квартире, не мог ее спать, улазить. Все потому, что самоизоляция. Дети вообще потеряли время. Нет, я Василию дуял. Алису слушала. Так, это у нас Спанчбоб едет на машинке. О, когда я был маленький, у меня тоже была такая машинка с педальками. У кого тоже такая была? Номер семьдесят. И я напоминаю, что это все фишки с наклейками. То есть, первый слой, это наклейка. Ее можно оторвать и куда-нибудь приклеить. Но я это показывал в прошлом видео. Сейчас пускай они все будут в упаковочке. Мне показалось, что у нас Алиса начала работать. Так. О, повторка! Смотрите. Опять повторка. Что ж так много повторок? Здесь от меня все повторки. Мне уже не терпится, когда же у нас уже будут железные фишки открывать. Это Спанчбоб Хомсвит Пенипл. Кто знает перевод, как это переводится, 79 номер. Это Спанчбоб вышел из своего домика. У нас, кстати, такой домик есть у рыбки. Я вам показывал? По-моему, я вам показывал. Вот, видите, вот наш аквариум. И здесь у нас это самое. Домик Спанчбоба. А где рыбка? Огонек! Огонек! Надо постучать по аквариуму. Он спрятался, наверное, в зарослях. Он или здесь сидит, или здесь. Наверное, здесь. В общем, он не видно. Но наверху его нету, значит, не умер. Нет, все нормально с ним. Открываем дальше круассанчики. Ой, так запахло, так запахло. Но мне все-таки нравится... Мне не нравится. Я уже говорил в видео, что мне не нравится их вкус. Мне нравятся другие круассаны, которые с ванилью, вот это. Шоколадный какао мне не нравится. О, это, смотрите, на лодке они плыли. Здесь даже есть планктон. Еще, я же снимал видео в правом верхнем углу. Проверяйте восклицательный знак перевернутый. Там я все видео про спонтанчиков оба оставлю. У меня была фигурка коллекционная. Вот этот краб. То есть этот, как у планктон. И это они плывут на лодке. Смотрите, Сквидуру, походу, у него морская болезнь. Ему плохо. Сейчас он будет болевать. А эти все рады. Типа, о, наша лодка пробилась. Прикольно. Кто проживает на дне океана? Панчбоп, Скворк, Пенс. О, это повторка. У нас в прошлом видео такая была, когда оседлал медузу Патрик и плывет на ней. Нет, это другой год. Они пока маленькие. А, типа это маленькие? Да. Милана сказала, что там, где они в лодке сидели, это типа они маленькие, а они там дети, типа на лодке плавают. А этот? О, смотрите, Спанчбоп Пионер. Практически Пионер. Это он устроился работать на работу на новую? У них же были крабсбругеры, а теперь пицца. Краб-пицца. Хм, необычно. А это я хочу забрать все бургеры. Себе? А, бургеры забрать хочет, да-да-да. Так, Планктон, да, хочет забрать все бургеры. Не, не буги, а... А, это номер 12. Смотрите, они что-то увидели. Интересно, что они увидели. Я думаю, они увидели, что ваша кнопка подписаться еще красная. Они такие, что? Почему она еще красная? Нужно сделать серую. Привет, Патрик. Привет, Сквидвард. Он хотел рецепт бургера забрать. Да, рецепт бургера он хотел забрать, я помню, Панктон. Да. Так, о, опять повторка, смотрите. Кто будет меняться повторками, кто вообще собирает коллекцию? Вы вообще ведете записи? Я не веду записи. Я видел, что заказ распечатывает такую таблицу, и кто-то записывает, какие у него есть. Я еще так не делал. Давайте в следующем видео я сделаю себе такую таблицу, и мы посмотрим, каких мне не хватает. Потому что пока что я еще не помню. О, это Патрик побежал ловить медуз. Это тоже повторка, у нас такая уже была. Так, дальше. Если кто не знает, то 90 фишек с наклейками обычных и 10 супер редких фишек железные, типа битки. Типа они битки. Ой, что это, я хотел убрать его. О, смотрите, это с Панчбопом и Патрик играют в футбол. Вот так оно должно быть, 83 номер. Типа они ударились головой, они пытались на головку взять мячик. У нас вот так, мы когда играли во дворе, нам говорили так, на головку, на головку, хупсу, глаточку. Вот, и они ударились головой. И он даже язык себе прикусил. А что тут написано? IQ 80. Целая кастрюля колосанов. Целая кастрюля колосанов. Мы вместе... А, друзья, поздравляю всех с Пасхой! Всем верующим Христос Воскресе! Желаю вам улыбок, здоровья, чтобы вы никогда не болели, чтобы ваши близкие были рядом с вами. У меня в Инстаграме вчера была рубрика «Субботний допрос», и у меня спросили, что тебе больше всего не хватает? А мне не хватает пасочек моей мамы, потому что мы живем в разных городах, и она всегда их готовила на Пасху. А мы три года уже, ну как, это, не виделись. Ну как, мы виделись, но на Пасху, три года мы не виделись на Пасху. И я по пасочкам соскучился. Так что цените своих родителей, ездите к ним в гости, но пока самоизоляция, сидите дома, разумеется. Я думаю, если бы не самоизоляция, мы бы съездили, да, Варюш? Да. Да, а сейчас сидим дома. Так, о, ничего себе, студент Спанчбоб, он что, настолько взрослый? Ему что, уже 21? Они в школу там, а не, они в школу заказывают, заказывают 16, да, в Америке? Я не помню. Спанчбоб, АБСИ, да, это он пошел, значит, уже в институт. Гуд, хорошие оценки. И вы тоже, как вы учитесь? На удаленке учитесь? Выполняете задания учителей или забиваете на них? Надо все выполнять, даже нам из детского сада присылают задания. Так, оп, чик. Опять повторка, снова Патрик бежит ловить своих медуз. И, и губка Боба. И губка Боба. Так, еще один кросс. Почему они такие мятые? Такое ощущение, что их хотели раскрыть, расковырять пальцами своими. Так, о, это им плохо. А что это с ними? Это как-то типа через линзу, они... Это гипноз, их пытали загипнотизировать, или что это происходит? Я знаю, они голодные, значит, они какую-то вакуручку делают. А, типа раков такой? Да. Мне больше нравится по вкусу 7-Day обычный. Видите, это тоже делает 7-Day. Но у них есть более дорогая линейка, там более вкусные круассаны. Обычная пачка 7-Day стоит дороже процентов на 30, да? Или на 50, возможно. Так, о, смотрите, это Патрик не хочет спать, как Милана вчера. С подушкой прыгает по комнате. И у него один зуб. Как раз у Миланы вчера выпал зуб, да? Позавчера, да. Позавчера выпал зуб. И ей зубная фея что положила под подушку? Денежку. Денежку? Сколько денег? 150. 500 рублей? Вы что, ошалели, зубная фея? Ты чего? У нас какая-то богатая зубная фея. Так, и последний кросс. Круассан обычный? Кто там? Кто же там? Кто же там? А-а-а! Печаль, Милан. Это повторка. Это, видите, что? Это снова студент спанчбоб номер 38. Ну что, давайте открывать металлические. Металлические. А, вот, кстати, наша кастрюля. Смотрите, вот так выглядят 20 круассанов. Понимаете? В кастрюльке. Кастрюлька из магнита за наклейки. Мы собрали наклейки в магните. А пока мы металлические не открыли, покажи. О, давай, показывай. Ставь по центру. О-о-о, всех с Пасхой. Вот наши цыплятки. Напишите, цыплятки на кого они похожи. Кто из них есть кто? Где тут Денис, где тут Валюша, где Билана? А я знаю где. Не подсказывай. Да, не подсказывайте. Вот так мы отмечаем. Давайте бить яйцами. О, давайте разобьем яйца, Валюш. Давай, бери оружие себе, выбирай. Так, давай я первый. Раз, два, три. О, я победил. Теперь ты меня. Я победил. Давай другой стороной. Надо добить же. А, ты с двух сторон раскрыта. Я победил. Вот как всегда, мужики побеждают. Но есть лайфхак, то что нужно брать темные яйца. Им краска придает силу. То есть, по идее, вот эти яйца темные должны быть крепче. Чуть краска потекла. Ай-яй-яй, все, все, уносите это, уносите. Уносите быстрее. Начинаем с вот этого круассана под Б. А можно ли это прощупать? Не, ну тут надута воздухом, я вообще ничего не могу прощупать. Открываем. И металлическая фишка. Это Сэнди. Сэнди. Сэнди, смотрите. Это белка Сэнди, она из металла. Я хочу ее открыть. У меня нету, у меня ни разу не было. У меня никогда не выпадали Чипикао железные фишки. Это моя первая железная фишка. А как ее открыть, Мила? Дайте мне ножницы, пожалуйста. Ножнички. Она не хочет... А, все, открывалось. Мила, открылась, все, не надо. Опаньки. Ну знаете, на что это похоже? Это больше похоже на крышку для банки. Да. Или для консервов. То есть, я помню, у меня были металлические фишки Mortal Kombat еще в 2001 году. И они были покруче сделаны, чем вот это. О, и они... Смотрите, это металл. Она вообще не ломается. Да, это металлическая. Она клейка, она? Нет, она без наклейки. Так, теперь давайте откроем мини-круасанчики. Мини. Для разности эксперимента. Чип. Чип. Вот они, мини-круасаны. Их надо, наверное, отдельно отнести. Наверное, ладно, мы их в кастрюлю класть не будем. Какие маленькие. Вау, металлическая фишка. Смотри, разные. Это вся компашка. Это, получается, спанч-боб вверхом на Патрике. А Сэнди играет на акулеле или это гитара. А Сквидворту, как всегда, это не нравится. Это номер 100. Это самая последняя фишка, которая заканчивает всю коллекцию. То есть, до 90 идут обычные. А после 90, 10 фишек, до 100 идут металлические. Зеленого цвета. Обалденные. А это лаванжевая. Да, это оранжевая. То есть, они, наверное, разные по цветам будут все. Надеюсь, не повторка. Ааа, нет, это снова Сэнди. Да ладно, так он может быть. Да, представляешь, ну их всего 10. И у нас повторка. Кому нужна повторка? Так, ну круассаны я уношу. Да, круассаны все уносите. Вот они. Вот, приходите в гости на круассаны. Мне надо, давай покажем всем. Вот такие у нас металлические фишки выпали сегодня. Надеюсь, вы тоже, вам встречаются металлические фишки. Кто собирает, тот соберет коллекцию. А мы сейчас что будем делать? Я сейчас буду монтировать это видео и выложу ее сегодня в Пасху. А Милана будет смотреть свой мультик. Угадайте, что это за мультик идет. Всем пока!